Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучать первое соборное послание апостола Петра. И сегодня мы будем читать вторую главу этого послания. Первая тема – «Вы камни живые, из которых слагается Дом Духовный». Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрастать вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Почему мы должны, как новорожденные младенцы, возлюбить чистое словесное молоко? И что такое чистое словесное молоко? Давайте обратим внимание на то, что младенцы не питаются ни мясом, ни хлебом. В первый период своего младенчества они питаются только материнским молоком. Так и христианин, который обращается к Богу, принимает веру Христову и вступает в его церковь, он должен прилепиться к глаголам вечной жизни, священного писания, книг Ветхого и Нового Завета, Святой Библии. И не отвлекаться ни на что другое, исследуя писания, чтобы через них иметь жизнь вечную. И младенец, он просто физиологически не способен отвлечься на какую-то другую пищу. Так и мы проразглашаем всегда и везде приоритет слова Божия. Как это делали святые отцы, учителя церкви, церковные наставники. Конечно, мы читаем Священное Писание вместе с отцами, которые настолько были укорененными в Слове Божьем, что их ум был погружен в это слово, и они не только говорили, но и мыслили библейскими категориями. Именно апостолу Петру принадлежит высказывание «говорит ли кто? Говори, как слова Божие». То есть человек должен, имея рассуждение, всегда отталкиваться от глаголов вечной жизни, Святого Писания. Далее апостол Петр пишет, «Приступая к Нему, то есть ко Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, избранному, драгоценному». Действительно, человеками, то есть иудеями, этот живой камень веры Христос был отвергнут. Но он Богом избранный, драгоценный. И вывод, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». То есть Христос – это основание церкви, это фундамент церкви, это кроегольный камень, здание духовной церкви, а мы сами из себя, как живые камни, в созидании храма веры, церкви, как дома Божия, устрояем из себя дом духовный, священство святое. Священство святое – это все верующие в Иисуса Христа. Здесь речь идет не о сугубом трехчинном священстве, деканат, пресвятариат, епископат, а о всеобщем священстве, проповедником которого и является апостол Петр в этом послании. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный драгоценный, и верующий в него не постыдится». Это было сказано у пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. «Итак, Он для вас, то есть Христос, верующих – драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители». Строителями здесь называются иудеи. Почему они называются строителями? Потому что к ним приходили и пророки, от них и законодатель Моисей, но когда к ним явился Христос, они отбросили его от себя. Камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, то есть другого здания, уже не ветхозаветной, а новозаветной церкви. Камень притыкания и камень соблазна для иудеев и язычников, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. То есть в каком-то смысле их упрямство подчеркивает истинность евангельского откровения. И далее апостол Петр проглашает принцип всеобщего священства, «Когда каждый крещеный и каждый миропомазанный, он и царь по благодати, и священник. Но вы, он обращается ко всем верующим, крещеным людям, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас, то есть совершенство Христа, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ». Действительно, до того, как слово Евангелие не коснулось язычников, они не были народом в глазах Бога. Поэтому Петр и пишет, «Некогда не народ, а ныне народ Божий, то есть как новый Израиль, не по плоти, а по благодати, некогда не помилованные, то есть которые находились в состоянии греха, а ныне помилованные, то есть кровью Христа Иисуса». Итак, по благодати все крещеные, христиане, миропомазанные, это царственное священство и цари, и священники. Климент Александрийский пишет, это его заметки на кафолические послания, «Так как мы поистине избранный народ избранием Бога, это более чем ясно. Царским же назвал, так как мы призваны призваны в царство и приверженцы Христа Царя, священством же из-за приношения, которое делается речами и учениями, привлекающими души, которые приносятся Богу». То есть мы называемся все крещеные священством, потому что мы совершаем приношение слов Евангелия в сердца других людей. Оказывается, проповедь — это священное действие. И давайте посмотрим, что пишет Блаженный Августин. Он пишет, «Тогда, то есть в ветхозаветные времена, ведь один только священник помазывался, имеется в виду, святым миром, теперь же все христиане принимают помазание». И действительно, кого помазывали в ветхозаветные времена? Царей, первосвященников, пророки считались помазанниками. А у нас каждого крещенного человека помазывают святым миром и как царя, и как священника, и как носителя вернейшего пророческого слова евангельского откровения. Смотрите, что пишет Лев Великий, Папа Римский. «Ведь всех во Христе возрожденных знак Креста делает царями, умощевание Святаго Духа посвящает священство». Умощевание Святаго Духа, то есть помазание святым миром делает всех и царями, и священниками. А знак Креста это как бы царский скипедр в руке верующего христианина. Произнеся эти удивительные слова о том, что все христиане, в том числе и уверовавшие из язычников, это царственное священство, сказав об этом величие нашего положения, апостол Петр говорит и о великой ответственности, которая в связи с этим лежит на нас. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Злословие со стороны язычников по отношению к христианам оно носило следующий характер. Язычники обвиняли первых христиан в том, что они участвуют в каких-то вечерях любви, а якобы там все совокупляются друг с другом. Потому что язычники могли услышать от христиан, что у них будет вечеря любви. А что такое любовь в понимании язычников? Это распущенность. Они даже не могли понять, что есть другое измерение этого слова — любовь. И в силу своей испорченности судили о христианах. Поэтому призыв Петра, чтобы мы как странники и пришельцы удалялись от плотских похотей, это связано с тем, чтобы то, за что нас злословят, как злодеев и распутников, обернулось против людей этих, которые обвиняют нас в своих собственных постыдных грехах. Теперь вспомните любого человека, который на ваших глазах обвинял другого человека в распутстве. Знайте, он рассказывал о себе. Григорий Великий так и пишет, что людям свойственно обвинять других людей в своих собственных грехах. Но важно, чтобы эти наши соседи, увидя добрые дела наши, прославили Бога в день посещения. Здесь прямая аллюзия на известные слова Христа из Нагорной проповеди, и тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. И далее говорится об отношении к светским властям. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, то есть тех, которые нас обвиняют в том, что мы злы, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Итак, о чем здесь говорится. Во-первых, давайте вспомним, а кто тогда был царем или цезарем. Тогда царем и цезарем был зверь из бездны, император Нерон. Поэтому, когда апостол Петр здесь говорит, Бога бойтесь, царя чтите, он имеет в виду не то, чтобы мы почитали Нерона, а чтобы мы почитали сам принцип власти монархической над нами. Почитать надо правителей не в том смысле, что это какие-то персоналии, а это или Божье попущение в наказание нам, или Божье благословение. как наши князья, когда они были в Золотой Орде, они отказывались поклоняться идолам, но при этом они говорили хану, тебе, хан Баты, мы поклонимся, потому что ты поставлен над нами от Бога за наше окаянство, а идолам твоим поклоняться не будем. Таким образом, здесь речь идет не о персоналиях, иначе это был бы призыв поклониться зверю из бездны, Нерону, а почитание того, что попускает нам Господь в этой жизни, потому что если Господь нам что-то попускает через светскую власть, какие-то тяжелые обстоятельства, это или благословение Божие, если мы ведем себя правильно, или Божье наказание, когда мы живем, так беспутно, что Господь дает нам и таких правителей. Далее говорится, слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. О чем здесь говорит Петр? Он говорит здесь о том, что тогда возник такой перекос, когда на одном собрании христианском сидели господа и слуги, некоторые слуги начали превозноситься над своими господами, у них была такая логика, если мы братья и сестры поверье, то будем себя так вести. И если им что-то не нравилось в господах, например, христианин, господин был человеком суровым, а не мягким, они восставали против таких своих господ. Это полная противоположность античному миру, где господин не считал раба даже за человека, считал его скорее вещью. Известно, что римские матроны, они ходили на гешон в присутствии рабов, мужчин, не считая их за мужчин, ведь сейчас женщина не стыдится мебели в своей квартире, когда раздевается. А здесь мы видим, что любовь Христова, она объяла всех, и господ, и слуг, и в некотором случае надо было немножко отдергивать таких слуг, поэтому апостол Петр и говорит, слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, то есть тем, которые вам симпатичны, но и суровым. Ибо кто угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. А в каком смысле это может быть угодно Богу? Бог посылает нам те или иные трудности с одной целью — усовершенствовать нас, чтобы мы, как золото огнем очищенное от всяких примесей, состоялись в благодати Божьей. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, то есть, когда нас наказывают за реальные грехи и преступления, это не в славу нам. Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, то есть, когда наказывают несправедливо и мы проявляем терпение по отношению к нашим обидчикам, то в этом терпении мы духовно возрастаем и даже спасаемся, как и Христос сказал, претерпевшие до конца спасются. Но это не значит, что наши обидчики должны ездить на нас. Мы имеем прецедент в книге Деяний Святых Апостолов, когда апостола Павла собрались бить, он напомнил о своих гражданских правах, он сказал, я римский гражданин, и потребовал суда кесаря. Поэтому в таких вопросах надо все очень четко соизмерять. «Ибо вы к тому призваны терпеть, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Вот это, на мой взгляд, главная тема этого послания. Христос – это пример для подражания. «Если во Христе, который объединяет в себе и царственное достоинство, и первосвященническое достоинство, и пророческое достоинство, мы получаем то же самое, то со Христом мы должны разделить и Его скорби, и Его страдания. Имея в виду, что принимать их как из рук Божьих, ибо сказано, что без воли Отца Небесного волос не упадет с головы. И если Господь нам это попускает, то не надо спрашивать за что, почему, а лучше спросить для чего Господи. И чтобы проиллюстрировать этот пример, апостол Петр пишет, он не сделал никакого греха, он говорит о Христе, «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». И теперь, когда злые люди, мстительные, будут напоминать нам о наших грехах, или бесы, точнее, через этих людей, будут нам напоминать о наших прежних грехах, мы можем им всем ответить, что мы избавились от грехов, потому что Господь сам вознес телом своим на древо наши грехи. И, как пишет апостол Павел, рукописание наших грехов властной рукою пригвоздил ко древу креста. Христос умер за грехи наши. А что это значит? Если человек скажет, он умер за Родину, он умер за Москву, он умер за свою семью, это понятно. Христос умер за ту часть нашей жизни, которой мы стыдимся в самих себе и по отношению к другим людям. Но он взял на себя все это наше беззаконие, всю эту нашу мерзость и очистил кровью своею нас от всякого греха и от всякого преступления. И, как бы, дьявол не напоминал бы нам о прежде содеянных грехах, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И то, что нам напоминают о прежней жизни, это бесовская попытка, попытка самого дьявола через кого-то смутить нас. Но мы имеем веру во Христа. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, мы избавились от грехов. Какие бы не были наши грехи, теперь мы живем для правды Божьей. И Петр восклицает, ранами его вы исцелились. И последний стих сегодняшней главы. Но вы были как овцы, то есть до пришествия Христа или до обретения Христа, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. То есть времена блуждания и неведения они проходят, когда мы оказываемся в церкви Христовой и начинаем вести жизнь во Христе и со Христом. А он предоставляет нам всегда возможность начать все с самого начала с чистого и белого листа. Христа, Христа, Христа,